Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой. Хоть один-то найдется клиент, в ожидании чудес невозможных, постучится хоть кто-нибудь к ней. И распилит она, и разложит благородных своих королей. Все, как в старой песне Екатерине, счастье в жизни предсказала цыганка. «Будет у тебя муж Евгений, и не из нашего славного града». Большое внимание на слова предсказательницы Екатерина не обратила. Тем более, что первого супруга звали Антон. Когда замуж вышла, думаю, ну все, это неправда. Ну, а потом, когда развелись, познакомилась с Евгением по смс-чату. И когда он сказал, что с большого камня, я там уже начала припоминать это гадание. Думаю, неужели это судьба, и от судьбы не уйдешь. Молодой человек из ТВ-чата Евгений в Уссурийске проходил срочную службу. Первое свидание у нас было в госпитале военном. Женя был на костылях. Романтика. Ну да, у него травма была бытовая. Ну, как бы так, откормили, отходили, и все. И завязалось все, понимаете ли. Пришло время демобилизации. Парень позвал возлюбленную к себе в гости. Мы там два дня или три, я там посидела, познакомилась с родителями, все. Приняли, в принципе, нормально. Потом уехала. Каждые выходные моталась в большой камень. Евгений переехал в Уссурийск, и жизнь пары продолжилась по логичному сценарию. С белой фатой, расширением же площади и бессонными ночами. Уже два года Екатерина и Евгений – родители маленькой принцессы Александры. Устроены как люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет.